Мы готовим наши связные тренинги, не напрягая опять же, да, когда... А-а-а-а-а... Слышите вот этот звук, да? А когда я еще делаю вибрацию, то есть я дебрирую, да, этот звук, у меня раскрываются руки, и я приятного пения. Почему мешаю? Хочу, чтобы их вам тоже не мешало. Поставим руку, приготовились, и... А-а-а-а-а... О-о-о... Очень-очень, очень-очень, очень-очень... С-а-а-а... Петиция нашего хора. Стараются петь все красиво и чисто. Послушав из маху руки дирижера, выводятся ноты. То тихо, то быстро. Мужчины и дамы за тридцать, за сорок опять собираются вместе. Идет репетиция нашего хора. Поем очень нужные песни. Про русскую душу, мечты и тревоги, про боли, войны, про родные просторы. О думах поют, что на сердце у многих идет репетиция нашего хора. Здесь нету случайных или нету бездушных. Хватает на всех и тепла, и задора. Здесь нету ни злых, ни печальных, ни скучных. Идет репетиция нашего хора. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Целый год участники хорового коллектива готовились к этому дню, чтобы порадовать настоящих ценителей хоровой культуры своим умением и красотой звучания. И вот этот миг настал. И совсем не важно, что в зале сегодня не так много народа. На дворе лето, практически лето, начался огородный период. Но уверяем вас, что именно сейчас, в этот момент, как минимум, две тысячи подписчиков театрально-культурного центра Саблина смотрят прямую трансляцию. Здравствуйте, друзья. Так вот, вернемся к этому мигу, который уже настал. И я с небывалым трепетом и огромным удовольствием произношу эти слова. На сцене народный коллектив Академическая хоровая капелла имени Германа Лазаревича Платонова. Встречайте! Руководитель коллектива и дирижер Наталья Викторовна Бобик Концертмейстер коллектива Георгий Викторович Богданов Не случайно нашу концертную программу мы открываем именно с этой песней. Она во многом стала для нас связующей нитью между нами и человеком, который родился и вырос в Саблина. И он не только написал эту песню, но еще и почти 55 лет, 59 лет назад стал создателем и многие годы бессменным руководителем нашего коллектива. И теперь мы с гордостью носим его имя. Это заслуженный работник культуры Российской Федерации Герман Лазаревич Платонов. Музыка Германа Платонова Стихи Шевченко Я вернусь к родному дому Поет хоровая капелла Музыка Германа Платонова 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 Музыка Германа Музыка Германа Платонова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добрая ночь Субтитры создавал DimaTorzok Добрая ночь 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 Хорошо, красиво и замечательно. Спасибо вам, дорогие наши зрители, что вы восприняли это аплодисментами и хорошими криками, браво и улыбками. Спасибо вам огромное. Творческий путь нашего коллектива всегда сопровождался коллективами-спутниками. Так называются отдельные вокальные группы, которые рождаются внутри одного коллектива. И одним из таких коллективов-спутников стал женский вокальный ансамбль «Саблинка», который на протяжении многих-многих лет радовал зрителей своими лиричными песнями. Вот и сегодня этот ансамбль готов исполнить для вас свои произведения, свои проникновенные песни. На сцене вокальный ансамбль «Саблинка». Давайте встретим его аплодисментами наших красивых и замечательных девушек. Сегодня для вас проскучат две, я считаю, что очень красивые песни. Это «Подруной золотой» и вторая песня «Колокола любви». Наслаждайтесь, дорогие наши зрители. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Голова любви, звоните, люди, они зажгут молитвы всех. Голова любви, звоните, люди, голосовой прекрасней. У каждого из нас моя дорога, у каждого из нас моя спинка. Но мы же ее подраим в обе-бану, нам без нее прожить никак нельзя. Голова любви, звоните, люди, они зажгут молитвы всех. Голова любви, звоните, люди, голосовой прекрасней. Голова любви, звоните, люди, они зажгут молитвы всех. Голова любви, звоните, люди, голосовой прекрасней. Голова любви, звоните, люди, голосовой прекрасней. Голова любви, звоните, люди, голосовой прекрасней. А сейчас, дорогие друзья, мы приглашаем вас узнать о том, какими успехами и достижениями порадовал нас этот творческий 2020-2021 год. Внимание на экран. Народный коллектив «Хоровая капелла» имени Германа Платонова является одним из старейших творческих коллективов не только нашего поселка, но и Тосинского района. Совсем скоро, осенью 2022 года, коллективу исполнится 60 лет. Этот коллектив знают и любят не только в родном поселке, но и во многих других районах Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Ведь «Хоровая капелла» и ее ансамбли и солисты ведут активную творческую жизнь и часто выезжают с концертными номерами и программами, а также принимают участие в конкурсах всевозможных уровней. Репертуар коллектива разнообразен и интересен. В нем есть песни к любому тематическому мероприятию, поэтому коллектив невероятно востребован. Выступления в праздничных концертах, народных уличных гуляй, творческие вечера солистов в музыкальной гостинии вдохновения, отдельные выездные концерты и творческие встречи капеллы, а также коллективов спутников, аксамбля, саплингов, ролингов, дуэтов и солистов. 2020 год и начало 2021 года были сложными для всех, и в связи с пандемией наша работа перешла в режим онлайн. Мы получили новый опыт и принимали активное участие в онлайн-конкурсах и концертах, завоевывая дипломы и награды в комбингу коллектива. 2021 год порадовал интересными концертными выступлениями перед зрителями и жюри. Этот год еще в середине пути, но он уже принес нам немало громких побед в очных и заочных конкурсах. Вот эти достижения. Хоровая капелла, дипломы лауреатов первой и второй степени, областного конкурса «Песни Победы», диплом первой степени «Славься Отечество», лауреаты второй степени областного конкурса «Когда душа поет», лауреаты первой степени районного конкурса «Хрустальный ангел», лауреаты первой степени районного конкурса «Патриотической песни», ансамбль «Савленко» завоевал диплом первой степени в областном конкурсе «Когда душа поет», лауреаты первой степени в районном конкурсе «Хрустальный ангел», ансамбль «Горенко», дипломы лауреатов третьей степени на областном конкурсе в городе Отрадной имени Пономаренко, Лауреаты 2-й степени областного конкурса «Любовь моя, моя Россия». Лауреаты 3-й степени во всероссийском конкурсе «Голоса золотого конца». Лауреаты 1-й степени в районном конкурсе «Хрустальный ангел». Лауреаты 3-й степени в конкурсе «Камаю». Лауреаты 1-й степени в районном конкурсе «Дорога без конца». И лауреаты 2-й степени в областном конкурсе «Любовь моя, моя Россия». Вот такой интересной, творческой жизнью живет наш коллектив А еще проводятся теплые и душевные традиционные праздники внутри коллектива Это совместные дни рождения, походы на природу и экскурсии Это выезды в театры, музеи и концертные залы Совсем скоро наш коллектив поедет в город Гачино поддержать своего руководителя Наталью Викторовну Которая в течение всего года занималась в сводном хоре хормистеров Ленинградской области Вы знаете, это очень интересно посмотреть И мы обязательно поедем поддержать своего руководителя Сегодня мы тоже постараемся порадовать разнообразием своего репертуара И разножанровостью выступлений И сейчас на эту сцену выйдет участница народного коллектива «Хоровая капелла» Зоя Байдала Зоя Александровна всегда украшает наши выступления, наши концерты своим прекрасным чтением Она автор и ведущая музыкальной гостиной «Вдохновение», в которой наш коллектив постоянно принимает участие Итак, друзья, встречайте Зоя Байдала Сегодня она прочитает для вас Вы знаете, наверное, это одно из самых моих любимых Я думаю, что любимых и вами И вообще, наверное, вот всеми зрителями нашего поселка Баллада о матери Постарела мать за столько лет А вести от сына нет и нет Но она все продолжает ждать Потому что верит Потому что мать И на что надеется она Столько лет, как кончилась война Столько лет, как все пришли назад Кроме мертвых, что в земле лежат Сколько их в то дальнее село Мальчиков безозых не пришло Раз всего прислали по весне Фильм документальный О войне Все пришли в кино И стар, и мал Кто познал войну И кто не знал Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть тоской Трудно это было вспоминать Вдруг С экрана Сын взглянул на мать Мать узнала сына в тот же миг И пронесся материнский крик Алексей! Алешенька! Сынок! Будто сын ее услышать мог Он рванулся из траншеи в бой Стала мать прикрыть его собой Все боялась Вдруг он упадет Но с ковыскодой Мчался сын вперед Алексей! Кричали земляки Алексей! Просили Да беги! Кадр Сменился Сын Остался жить Просит мать О сыне повторить И опять в атаку он бежит Жив-здоров Не ранен Не убит Дома Все ей чудес кино Все ждала Вот-вот Сейчас В окно Посреди кромешной тишины Постучится Сын ее С войны Ваше аплодисменты Зоя Александровна Байдалову Спасибо, Зоя Александровна Огромное Святые От поклонников Как трогательно и приятно Когда За душу берут Особенно У наших деток Спасибо, Зоя Александровна От всего сердца От всей души Вы знаете, друзья Сегодня еще отдельное спасибо Хочется сказать И отдельное слово Хочется сказать О солистах Нашего коллектива Многие занимаются Сольным исполнительством Уже очень много-много лет А кто-то открывается В этом качестве И поет на сцене Сольно совсем недавно В любом случае Это всегда Добрые и искренние выступления Один на один со зрителем О чем же сегодня Хотят поведать вам Наши дорогие солисты Давайте узнаем Прямо сейчас Я приглашаю на сцену Нашу прославленную Можно сказать Легендарную солистку Ольгу Ковешникову Друзья Я думаю, что Оля Любимится Ну, мне кажется Всех наших Саблинских И не только Саблинских Зрителей И сегодня Ольга поет Для вас Замечательную песню Которая называется Очи дом Ольга поет Субтитры подогнали Симон. 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 подогнали Симон. субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Симон. 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 Насыщие любили, посверили себя. Подгорили зонницы, писать сон по тихонным красам. Независима любви и элиса, Независима продлини глаза. Ничто на земле не проходит без следа, Но в дыры сухая солнце света. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, посверили себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я уже говорила, в нашем коллективе существуют вокальные ансамбли, трио, дуэты. И сейчас на эту сцену выйдет вокальный дуэт, недавно образованный. Это руководитель коллектива Наталья Викторовна Попик и Надежда Королёва. Давайте аплодисментами пригласим их на сцену. И сегодня в исполнении этого дуэта прозвучит песня очень добрая, песня о любви. Звается она «Подражайте лебедям». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Чтоб на старый ветер погиб, как от соблышка юга, Людей пусть и добротой, собирайся, будучи круто. Не жалей добра, в нем несчастье для всех, В нем дороге и мир, и улыбки друзей. Радость всех матерей, и младенческий свет, Даже вечность она, тоже связана с ней. Не жалей пусть и добрый, сойти чуточку в жизни добрее, Чтоб от вашей сердец теплоты вы встать не греет, Чтоб растаясь и любви в сердце тони, как от соблышка юга, Людей пусть и добротой, собирайся, будучи круто. Если жить без добра, можно вовсе не жить, Добротой нам всем, в жизни счастье несет. Так давайте, друзья, будет больше горит, Тепло, 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 тепло. И пусть и добрый, пусть и добрый, Станьте чуточку в жизни добрее, Чтоб от вашей сердец теплоты не стало теплее, Чтоб растаясь и любви в сердце тони, как от соблышка юга, Людей пусть и добрый, воротой, собирайся, будучи круто. Людей пусть и добрый, станьте чуточку в жизни добрее, Чтоб от вашей сердец теплоты не стало теплее, Чтоб растаясь и любви в сердце тони, как от соблышка юга, Людей пусть и добрый, добро, собирайся, будучи круто. Чтоб растаясь и любви в сердце тони, как от соблышка юга, Людей пусть и добрый, добро, собирайся, будучи круто. Ваши аплодисменты вокальный дуэт Наталья Ковник, Надежда Королева. И вновь на сцене Зоя Байдала. Дорожите счастьем, дорожите, радуйтесь, берите. Радуги, рассветы, звезды глаз – это все для нас. Для нас, для нас, услыхаем трепетное слово. Радуйтесь, не требуйте второго, не гоните время. Ни к чему, радуйтесь, вот этому, всему. На бульваре зажигает вечер, тополей сверкающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем, ни надежды, ни любви, ни встречи. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость к вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, рассмотреть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрянь – счастливый человек. Будьте счастливы, будьте здоровы, живите радостно. Вот они самые главные слова. Спасибо, Зоя Александровна, спасибо. Без музыки не проживу ни дня. Она во мне, она вокруг меня. И в пенье птиц, и в шуме городов, В молчании трав, и в радуге цветов. Ей все подвластно – радость и тоска. В ней просто миг и долгие века. Но разве может жить она без нас? Хотя бы день, полдня, хотя бы час. Мы ей за все спасибо говорим И, веря в торжество ее, творим. Эти стихи очень созвучны с теми людьми, Которые приходят заниматься в наш коллектив. И которые с удовольствием дарят свое творчество зрителю, Отдавая все свои силы, свой талант. И поэтому очень нам хочется, Чтобы наш коллектив, хоровая капелла, Жил, процветал, побеждал. И сохранился – это самое главное. А чтобы это все было нужно, Чтобы он, конечно, сохранился. Вы знаете, самому старейшему участнику, нельзя сказать старому, А самому старейшему мы называем ветеранами, Аборигенами нашего коллектива – Это люди, которые ходят вот уже почти 50 лет. Представьте себе. А, да, они заслуживают аплодисментов. А есть участники, которые пришли вот-вот, Совсем недавно, Но они уже стали той частичкой дружной семьи. И мы с удовольствием, конечно же, Приглашаем в наш коллектив новых участников. Особенно мужчин. Нам так вас не хватает. Приходите, приходите. И следующий ролик, который мы вам покажем, Так и называется. Приходите в наш коллектив. Что нас объединяет? И что бы я посоветовала всем остальным? Нас объединяет любовь к музыке, прежде всего. Любовь к оголубению. Даже любовь к общению. Поднимает настроение. Оздоравливает легкие. Улучшает общий жизненный тонус. Понимаете, здесь отдыхает душа. Здесь пропадают куда-то все наши беды, горести. Они остаются позади. Мы здесь все вместе. Посмотришь в глаза каждого. И ты понимаешь, что ты им дорог. И они тебе дороги. И дома. Постоянно в мыслях, на языке. Хор, хор, хор. То есть, вот это вторая часть жизни. И она очень главная. Моя. Потому что музыка, она не только врачует. И наше сердце, она врачует сердца. Те, кто ее слушает, мы доносим то лучшее, что есть вообще в жизни, в человеке, до людей. Они это чувствуют, поэтому они приходят радоваться. Поэтому все, кто неравнодушен к музыке, ее понимают, любят, приходят. Очень много сказано было хороших сейчас слов. Но знаете, на чем я себя поймала? На том, что одна из участниц сказала, это здоровые, легкие. Друзья, в наше время это очень актуально. Особенно после целого года простой пандемии. Правда ведь? Поэтому я думаю, что наш хор и является тем самым лекарством. В хорошем смысле этого слова. Творческим лекарством. Чтобы никогда не заболеть воспалением легких. Приходите, будем вас ждать. Вы знаете, как это замечательно, что людей объединяет любовь к прекрасному. Любовь к музыке, любовь к пению. Ведь музыка может передавать послания на всех уровнях человеческого сознания. Она вдохновляет, успокаивает, развивает, развлекает. Придает торжественность с определенным моментом. Помогает настроиться на нужный лад и выразить что-то, что иногда не передает словами. А еще она лечит и исцеляет, как я уже сказала. И когда люди поют, они действительно забывают обо всех своих горестях и печалях. О, музыка, волшебная страна, ты исцелишь силенели заговоров. И мчатся в небо наши души, голоса под властью мага, чародея, дирижера. Я вновь приглашаю на сцену наш прославленный народный коллектив. Хоровая капелла имени Германа Лазаревича Платонова под ваши дружные и громкие аплодисменты. Сегодня получился очень душевный, очень приятный, очень добрый, отчетный концерт. Я бы даже сказала, вечер. Вечер нашей с вами встречи. И сегодня мы завершаем его, вернее, эту встречу, мы завершаем замечательными песнями в исполнении хоровой капеллы. Сейчас для вас прозвучит латышская народная песня в обработке Юльяна «Вей, вей ветерок». Песня «Вей, вей ветерок» Спас за роду Песня «Вей, вей ветерок» Спас за роду Песня «Вей, вей ветерок» Спас за роду Ты, Данил, мой чок, курдивчанке. Джузеппе Вердиян, хор из оперы Набуко. Ты прекрасна, о родина наша. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, великая наша земля! 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 нашего поселка. ПЕСНЯ 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 Всем девушкам, всем мужчинам, Наталье Викторовне, Георгия Викторовича, за то, что этот коллектив есть, за то, что он был и за то, что он обязательно будет. И сегодня, вы знаете, вот этот концерт, это еще одно доказательство, доказательство и утверждение тех слов, которые я только что сказала. И я сейчас хочу вам, ребята, вам, девушки, с которыми очень много лет мы идем бок о бок, вы молодцы, вы несете культуру нашим зрителям, а ведь это очень здорово, это дорогого стоит. И таких коллективов, как наш, не так много в Тосинском районе и не так много в Ленинградской области. И поэтому давайте будем беречь эту культуру, беречь то, что мы с вами делаем, беречь друг друга, доверять друг другу, любить друг друга, ведь это самое главное. Ну, а сегодня мне еще хочется сказать о том, что сегодня в зале настоящие поклонники творчества нашего коллектива. И хочу поприветствовать, чтобы мы с вами поприветствовали представителей хора, ветеранов, которые сегодня специально приехали к нам на отчетный концерт. И его руководителя Маргарита Тарапатова. Маргарита, мы вам очень рады сегодня. Спасибо вам за поддержку, спасибо за то, что вы сегодня с нами. И, дорогие зрители, мы тоже вам очень сегодня благодарны. Позвольте мне сегодня от имени театральная культура, да, конечно, пожалуйста, давайте скажем. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое, девочки, за прекрасное исполнение ваше. И, в общем, от хора ветеранов, примите цветы, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Вы действительно, вы вот не поверите, чувства переполняют за то, что вот есть такие люди, которые понимают, которые ценят, которые знают эту культуру, культуру хорового пения. Сейчас она, к сожалению, не очень востребована, не очень почему-то идут люди петь к нам в хор. Но мы вас очень ждем. Вот давайте договоримся, что все, кто сегодня в зале, придут к нам петь в коллектив. Договорились? А вот мы вас очень ждем в среду в 18.00, а в воскресенье в 12.00. Но через чуткие руки, а главное уши нашего дорогого, уважаемого руководителя. Позвольте мне сегодня от имени нашей администрации, Совета депутатов, поздравить с отчетным концертом нашего руководителя, наших руководителей и весь коллектив. Ну а от имени Театрального культурного центра Саблина и от себя лично я хочу вручить благодарность Богданову Георгию Викторовичу, аккомпанатуру, концептмейстеру народного коллектива «Харавая капелла» имени Германа Лазаревича Платонова. Наш Егор незаменимый человек. Мы его очень любим, мы его очень сильно. Он потрясающий музыкант. Его руки летают над клавиатурой, над инструментом и извлекают такие волшебные звуки, которые можно слушать бесконечно. Георгию Викторовичу, мы вас благодарим, включаем вам благодарность и очень просим передать привет вашей маме. Она, вы знаете, наша самая преданная поклонница, но, к сожалению, в такое время просто человек побоялся приехать к нам. Но я думаю, что она в прямой трансляции нас будет видеть и увидит, и большой-большой ей привет. Покажи обязательно маме, конечно, и огромный привет и пожелание здоровья. Спасибо. Ну и особые слова благодарности и особый поклон, низкий поклон. Конечно же, волнуюсь, Наталья Викторовна. Вы знаете, этот человек просто спаситель. В полной мере этого слова, когда коллектив остался по объективным причинам без руководителя, она самоотвержена, еще не видя ничего, никого не слыша, сказала «да». Я приеду, человек живет в городе Санкт-Петербурге, не поверите, как далеко. Но она настолько влюблена в свое дело, она настолько влюблена в своих ребят, в наш хор и в наше, я надеюсь, учреждение в целом, что эти километры дороги ей совершенно ни по чем. Я думаю, что она летит на свою работу «На крыльях счастья». А ведь это действительно счастье, когда у тебя есть любимая работа, когда у тебя есть любимые люди, которым ты отдаешь свое творчество, свое знание, свои знания, свои умения, свой человек. И хочу сказать, что с приходом Натальи Викторовны хуже зазвучал. Он не зазвучал хуже или лучше, он зазвучал совершенно по-иному. Он зазвучал по-другому, но тоже очень красиво и замечательно. И все это благодаря Наталье Викторовне Хобби. Наталья Викторовна, что ты сам вас заделаешь? Я вручаю вам от своего имени благодарность вам за ваш труд, за ваше терпение. Не люблю этого слова, но это действительно так. За вашу злость, потому что она движет процессом, за вашу доброту, за вашу искренность и преданность делу. Это очень важно и это самое, наверное, главное, когда это есть в человеке, а еще если это в человеке руководителя. Я вам вас благодарю, очень уважаю и люблю. Ну и, конечно, цветы от преданных, от преданных, преданных покойников. Слово Наталье Викторовне. Дорогие наши слушатели и дорогие наши зрители, мы вам очень благодарны за то, что вы сегодня с нами, что вы оставили все свои дела и все свои проблемы, переступив порог нашего Дома культуры. Конечно, я руководитель, да, но без вот этого замечательного коллектива не было бы ничего. Я им благодарна от всей души. Я пришла, в принципе, полтора года назад сюда. Вот, минус времена пандемии. Мы тоже не занимались, как и все вы. Вот, и не ходили на работу. Но я благодарна нашему коллективу, могу теперь уже сказать моему коллективу, за то, что вы в меня поверили, за то, что вы доверили мне себя, и что мы сейчас с вами, ну, небольшими шажочками все-таки, да, покоряем вершины хорового творчества. Потому что мы с вами уже, как уже говорила Светлана Викторовна, являемся лауреатами и первыми, и дипломантами второй степени на областных конкурсах. Это, конечно, большого стоит. Поэтому мне хочется нам всем пожелать, чтобы это было, да, и дальше, чтобы у нас не было остановок. Вот. И огромная благодарность, конечно, нашей Светлане Викторовне. Почему? Сейчас объясню. Потому что она является участником нашего хорового коллектива и по совместительству управляющей Дома культуры. Поэтому она нас всегда прекрасно поддерживает, она понимает все наши задачи, все наши проблемы, и мы с ней вместе их всегда решаем. Так что, Светлана Викторовна, вам отдельное спасибо за то, что вы так, вы всегда с нами. Спасибо огромное, Наталья Викторовна, за добрые слова. Ну вот, друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но это не говорит о том, что мы с вами прощаемся надолго, да. Мы всегда рады видеть вас на наших концертах. И хоровой коллектив — это украшение наших концертов. Поэтому мы всегда ждем вас к нам в гости. Приходите. Отбросьте иногда свои дела, ведь музыка действительно творит чудеса. Вот так я надеюсь, что сегодня эти полтора часа пролетели для вас незаметно, но с большой-большой пользой. Вы получили большой заряд бодрости, хорошего настроения и позитива. Спасибо вам огромное. Еще раз аплодисменты нашему коллективу. Аплодисменты зрителям поблагодарим друг друга за сегодняшний день. Спасибо, друзья. До свидания. До новых встреч.